В детской школе искусств имени Льва Нагаева отметили начало нового учебного года. В четверг во Дворце культуры и искусств собрались педагоги-воспитанники школы, а также их родители. Ряды юных музыкантов, вокалистов, танцоров и художников пополнили 60 первоклассников. В этом году наша школа вот уже в 54-й раз гостеприимно распахивает двери для своих учащихся, для воспитанников. Как всегда в последние годы у нас в этом году был большой конкурсный отбор поступающих. В этом году конкурс составлял около трех человек на место и подобный конкурс существует уже несколько последних лет. Мы очень рады такому положению вещей, потому что имеем возможность принять в школу самых лучших, самых талантливых, самых перспективных и самых подаренных детей. Для тех, кто уже совсем скоро придет на занятия в учебные классы, в этот день прозвучало много теплых слов. Я хочу сегодня от имени городского головы Хмельника Валерия Яковлевича, от имени депутатов городского совета исполнительной власти, во-первых, восхититься вами, сказать огромное спасибо за те результаты, которые вы показываете и в городе, и в Одесской области, и в стране. Мы знаем, что вы лучшая школа. Мы гордимся вашими преподавателями, гордимся вами, дорогие ученики и родителями, которые вас сюда привели. По большому счету, это сегодня избранное, любимое хобби, которое очень поддерживают родителей и замечательно развивают учителя. Я хочу пожелать вам прикосновения вашей души с красивыми моментами творчества. В новом году воспитанников школы ждет насыщенная и интересная учебная программа. В нашей школе работает пять отделений и восемь отделов. Практически все возможные инструменты у нас представлены в школе. Это все возможные музыкальные инструменты, хореография, хоровое и сольное пение, художественное творчество. Как всегда, план работы в нашей школе очень насыщенный, потому что мы активно сотрудничаем с нашим городским отделом культуры, принимая участие в всех городских мероприятиях, с областным управлением культуры, а также с Министерством культуры. Учащиеся преподаватели и коллективы нашей школы дают большое количество концертов. Как правило, это больше 150 концертов за учебный год. Также мы принимаем участие в большом количестве конкурсов, занимая призовые места и одерживая победы во славу нашего города и также нашей страны. Несмотря на юный возраст, многие ребята самостоятельно выбирали специальности, по которым они хотели бы обучаться. Среди мальчиков немало тех, кто хочет освоить игру на гитаре. Гитара – это, по-моему, самый классный музыкальный инструмент. На гитаре можно много чего играть, рок-н-ролл, всякую музыку, например, про романтику или погоню какую-то. Я хочу радовать своих родителей выступать на всяких сценах. Родители, в свою очередь, рады, что их дети проводят время с пользой и всесторонне развиваются. Моя девочка, ее зовут Дарья Кордонова, она уже переходит в 8 класс музыкальной школы. У нее вокальное отделение. Педагог Караванский Олег Иванович. Портепиано преподает Римма Григорьевна Кулик, самая любимая из учителей нашей музыкальной школы тоже. Девочка очень способная, педагоги много вкладывают в нее знаний, труда своего, показывают результаты. Также занимаются уроки преподают сельфеджио, потом музыкальная литература. Музыка дает ребенку, во-первых, знания, во-вторых, развивает очень хорошо слух. Девочка такая артистичная, свободная и очень нравится музыка. Она понимает стиль и направление. Очень хорошее образование музыкальное в нашем городе дает наша музыкальная школа. Еще как экономист скажу, что это очень дешевое образование в нашей стране музыкальное. На праздничном концерте первоклассники смогли увидеть яркие выступления, подготовленные воспитанниками старших классов школы искусств. Уже совсем скоро, освоив свои специальности, проявив настойчивость и упорство, ребята также смогут представить публике свои творческие номера. Далеко, далеко летять, летять лелеки, летять лелеки за синей моря. Далеко, далеко летять, летять лелеки, там залишилася любовь моя. Моя земля, це моя країна, тут моя семья, тут моя родина. Мереси, поля, гори, колонини, різна, ти моя, Україна.